Здравствуйте дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. С вами Виктория и как всегда я веду свои репортажи из Франции. И сегодняшняя тема видео это уход за волосами. Меня очень часто мои друзья, знакомые спрашивают, как мне удается поддерживать такой хороший здоровый вид моих волос. И я решила сегодня с удовольствием поделиться с вами своими способами ухода за волосами. И конечно же в первую очередь что нужно помнить всегда, когда мы выбираем какие-то средства по уходу для волос, нужно определиться и точно знать свой тип волос. Потому что в зависимости от типа волос, конечно важно правильно подбирать и шампуни, и кондиционеры, и средства, в том числе и средства для укладки волос. И так как я являюсь обладательницей тонких волос, светлых волос, волосы у меня окрашены, поэтому для меня очень важно всегда выбирать средства по уходу за волосами, которые содержат питательные вещества и разные добавки, которые помогают восстанавливать структуру волос. Итак, начнем по порядку. Я приготовила и сейчас хочу вам показать то, чем я пользуюсь на сегодняшний день, как я ухаживаю за своими волосами. Для мытья волос я предпочитаю использовать шампуни и кондиционеры с экстрактами различных масел. Вот на сегодняшний день в моем арсенале шампунь, который содержит в себе масло карите и органовое масло. Эти масла, они очень хорошо влияют на восстановление структуры волос, добавляют живости, блеска и дают здоровый вид волосам. После шампуня я всегда, всегда пользуюсь кондиционером, потому что без кондиционера мои волосы очень тяжело расчесать. Они путаются, они становятся какими-то неестественными и имеют немножко такой поблегший вид. Моя любимая маска для волос, которую я обнаружила уже достаточно давно, как я ее обнаружила, это моя парикмахер. Настя, привет, спасибо тебе огромное за эту рекомендацию. Моя парикмахер мне в свое время порекомендовала эту маску, когда у меня волосы были очень сильно повреждены разными красителями не очень хорошего качества. И с тех пор я обожаю вот эту маску, итальянскую маску, бренд называется Numero. Эта маска содержит экстракт овса и эта маска превосходно, превосходно восстанавливает окрашенные волосы, волосы, которые сухие, склонные к ломкости и поврежденные волосы. Эта маска у меня фаворит среди всех остальных масок. Я пробовала много различных кондиционеров и масок для волос, но все равно каждый раз я возвращаюсь к этой своей маске, которая для меня является лучше. Подчеркну для меня, потому что, повторюсь, в зависимости, конечно, от типа волос, вам она может быть совершенно не подойдет. Но если у вас волосы окрашенные, если у вас волосы тонкие, если у вас волосы склонные к ломкости, к повреждениям, то попробуйте эту маску. Она действительно замечательная. Ее можно использовать просто как кондиционер, после шампуня наносите и сразу смываете. Или же ее можно использовать как именно маску, нанести, подержать несколько минут, а потом смыть. От этого будет эффект, конечно, значительно лучше. Еще одна маска, которой я пользуюсь, это маска Керастаз. Эта маска подходит, написано, для всех типов волос. Содержит олеокомплекс, маска восстанавливающая. И она хорошая, эта маска, но все-таки номера для меня это мой фаворит. Керастаз делает структуру волос, мне кажется, более тонкими. То есть, вот если у вас волосы достаточно толстые и тяжелые, тогда, возможно, стоит попробовать эту маску, потому что она придает волосам некую легкость. Волосы такие прям становятся легкие, прям воздушные, невесомые. Затем, после этих средств я всегда еще наношу на волосы после мытья какое-то средство, которое не требует смывания. Это либо крем для волос, либо спрей для волос. Потому что моим волосам, конечно, достается очень сильно. Мало того, что они у меня окрашенные. Я еще часто хожу в бассейн, и вы понимаете, что хлорированная вода плюс окрашенные волосы, это вообще очень жестокое воздействие на волосы. И поэтому я всегда использую после мытья еще какое-то средство, которое наносится на волосы и не смывается. Что я для себя открыла здесь во Франции, что мне понравилось, потому что я тоже пробовала разные бренды, разные средства. Я остановилась на марке Le Petit Olivier, и в этой серии есть крем для волос, не смывается который, который содержит в себе три типа масел, оливковое, карите и органовое масло. И также в этой же серии, абсолютно та же самая серия, есть двухфазный спрей для волос. Очень люблю этот двухфазный спрей, потому что у него очень тонкий, необыкновенный аромат, такой какой-то ванили. И спрей наносится на влажные волосы, так же как и крем. То есть я использую или одно, или другое средство, просто купила два, чтобы определиться и выбрать для себя, что мне больше подходит. Крем я выдавливаю и потом просто равномерно распределяю по влажным волосам. Ну или спрей, который наносится везде. Мне больше нравится по результату воздействия спрея, но минус спрея, когда его наносишь, ванна потом вся в этом спреи. Ну, во всяком случае у меня так получается, не знаю, может я его как-то не очень правильно наношу. Еще одно очень, на мой взгляд, хорошее средство для волос, Вэлла из профессиональной серии. И это биби-крем для волос. Да-да, вы не ослышались, биби-крем. Я сама, кстати, была очень удивлена, потому что вот буквально перед съемками, думаю, почитаю, как правильно этот продукт называется. Очень замечательное средство. Этот биби-крем можно наносить на концы волос, если ваши волосы ломкие, сухие, посеченные, поврежденные. Можно наносить его как на влажные волосы перед термоукладкой, так уже и на сухие волосы после укладки. Он очень легкий, он воздушный, он не утяжеляет прическу, не дает эффекта жирности волосам. И два предыдущих продукта, кстати, тоже они абсолютно не оставляют никакой жирности на волосах. И используя эти все продукты по очереди, все равно я могу себе позволить не мыть головы ежедневно, даже несмотря на то, что я наношу такое количество дополнительных средств по уходу за волосами. И если дальше говорить об уходе за волосами, я бы еще сюда добавила пару средств, которые я использую больше для поддержания здоровья волос. Они не дают никакого косметического внешнего улучшения волос, но при этом питают корни волос, укрепляют и ускоряют рост волос. Вот такая замечательная сыворотка-спрей для волос, для корней волос на основе экстракта репейника. Производитель, производитель Альфафарм, украинский производитель. Этот продукт, просто жидкость в виде спрея, которая не жирная, не обладает никаким запахом, просто наносится на вымытые волосы, на корни, оставляете, она впитывается и начинает свою работу. Очень хорошо, если выпадают волосы, замечательное средство. Я его когда для себя открыла, тоже с тех пор, как бываю в Украине, обязательно себе привожу и покупаю такое средство для волос. И в этой же гамме есть, вы можете найти шампуни для волос, кондиционеры для волос и также есть настоящее репейное масло. Вот репейное масло это очень замечательное народное средство для волос. Я помню, когда еще я была маленькая, не было в магазинах такого большого выбора различных средств по уходу за волосами. Мама мне всегда в детстве наносила на волосы касторовое масло и репейное масло по очереди. И, наверное, благодаря вот этому маминому уходу у меня в детстве, в подростковом возрасте у меня были необычайно густые волосы. И сейчас, когда есть возможность купить репейное масло и использовать его для укрепления волос, для ускорения роста волос, тоже очень замечательно. Я вам рекомендую попробовать. Это средство подходит для любого типа волос. И еще одно средство по уходу за волосами, которое мне очень нравится, это сухой шампунь для волос. Вот такой шампунь в аэрозоле. Очень интересное экспресс-средство, если нет времени мыть голову, но нужно куда-то срочно пойти, а волосы не свежие. Очень замечательное средство. Наносится на корни волос, немножечко руками прическа освежается, обладает масса выбора. Есть гамма с различными запахами этих сухих шампуней. И такое экспресс-средство для того, чтобы освежить быстро голову, если, повторюсь, совсем-совсем нет времени, чтобы мыть голову и укладывать волосы. Из ухода это все. Теперь я перехожу к средствам для укладки волос, которыми я пользуюсь. Так как мои волосы тонкие, то они в принципе укладываются быстро и легко их можно уложить. Но проблема в том, что эта укладка не держится долго. Поэтому для меня очень важно, чтобы средства для укладки волос были сильно фиксаться, но при этом не утяжеляли прическу, не давали эффект бетонирования волос. Чтобы это выглядело, знаете, как в том фильме, живенько. Чтобы прическа выглядела живенько. Итак, чтобы прическа выглядела живенько, я люблю использовать ТАФТ жидкость для объема, для придания объема волосам. Эта жидкость наносится на корни волос. Я наношу ее на влажные волосы перед тем, как сушить феном. И потом просто сушу волосы феном и придаю немножко, поднимаю объем у корней волос. Тоже замечательная жидкость. Не дает слепания волосам, не утяжеляет прическу и не дает эффект загрязнения волос. Еще один спрей Вэла. Двухфазный термоспрей, который позволяет защитить волосы от термовоздействия плойки, фена и каких-то других средств, которыми. Утяжок очень важно, когда пользуетесь утяжком, если вы тягиваете волосы. Очень важно наносить какую-то термозащиту, чтобы волосы не портились. И вот у меня есть вот такой термоспрей Вэлафлекс. Но я, видите, он у меня достаточно давно и полфлакона еще на месте. Я не могу сказать, что я в восторге от этого продукта, наверное, потому что мои волосы окрашены. И для моих волос его воздействие как-то очень чувствительно. То есть, когда я наношу этот спрей для волос и потом начинаю укладку, у меня волосы становятся какие-то немножко такие резиновые и начинают сильно тянуться. Вот мне это ощущение не нравится. То есть, я им пользуюсь, но крайне-крайне редко. Из срез по укладке, затем, понятное дело, что я никак не могу обойтись без лака для волос. И если говорить о лаках для волос, то я люблю лаки, которые имеют вот такое очень-очень мелкодисперсное распыление. Почему это важно? Опять же, потому что мелкодисперсное распыление лака, оно не дает эффекта слипания волосам. Волосы смотрятся естественно и прическа смотрится естественно. Очень люблю Frank Provost эту марку. Почему люблю? Как раз-таки за счет вот этого мелкодисперсного распыления. Запах у этого лака, конечно, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Я бы предпочла более утонченный аромат лака для волос. Но качество его мне очень нравится, хорошо держит прическу, поэтому я им часто пользуюсь, покупаю. Вот у меня уже этот флакон закончился. И я купила другой флакон, никогда еще я до этого не пользовалась вот этим лаком L'Oréal для волос. Вот попробую его, расскажу вам тоже, как он держит волосы, какой после него эффект. И напоследок пару срезов, которые я использую просто для придания волосам дополнительного супер блеска. Это в конце укладки, если хочется, чтобы эффект блестящих, шелковистых, здоровых волос был лучше. У меня есть вот такое замечательное средство L'Oréal. Это просто финишный блеск для волос. По окончании прически просто распыляется и наносится на волосы. Но я им не пользуюсь часто, потому что у этого средства, да, он дает замечательный блеск волосам. Волосы переливаются, сверкают, как просто самые-самые здоровые и красивые волосы на свете. Но это средство дает на следующий день утяжеление волосам, и это мне не очень нравится. То есть вот немножко появляется эффект жирных волос, поэтому я им пользуюсь не очень часто, но очень хорошее средство косметическое. И второе средство тоже VELA. Это масло для придания финишного блеска и каких-то точечных таких моментов красивых прически. Особенно хорошо работает, если каре, если короткая стрижка, вот горошину этого масла нанести на пальцы и вот немножечко распределить на концах волос. Великолепный вид, здоровые, красивые, ухоженные волосы. Вот такое замечательное масло для волос. На сегодняшний день по средствам по уходу за волосами это все. Но я еще приготовила два средства, которые я использую для того, чтобы поддерживать волосы здоровыми и красивыми. И вы, наверное, удивитесь, но я вам сейчас покажу щетку для волос. Это щетка для волос с натуральной щетиной. Однажды, когда я то ли где-то прочла, то ли где-то услышала о фильме, что щетки из натуральной щетины помогают волосы делать более здоровыми и лучшими. Потому что вот эта натуральная щетина, она выравнивает структуру волоса, чешуечки эти склеивает. Я решила попробовать. И я действительно была очень сильно приятно удивлена результатом. Достаточно два раза в день, утром и вечером, причесывать волосы такой щеткой. И ваши волосы заблестят по-новому и засверкают. Вот смотрите, сейчас я специально расчешу, у меня уже там есть и блеск для волос, но ничего, еще сейчас расчешу щеткой. И посмотрите, вот я буквально провела 2-3 раза по волосам, и вы видите, какой появляется замечательный блеск на волосах. Возьмите на вооружение, если у вас есть такая возможность, купите щетку из натуральной щетины. Она, конечно, будет дороже, чем щетка из пластика, но это стоит того. И расчесывайте утром и вечером, как массаж для головы, делайте с помощью такой щетки. Увидите результат, не заставит вас ждать. За первую неделю вы увидите, как качество ваших волос поменяется и станет лучше. Еще одно средство, которое мне помогает поддерживать волосы в здоровом состоянии, это витамин D в масле. Мне одна знакомая порекомендовала использовать, когда я посетовала на то, что у меня стали сильно выпадать волосы. Я купила, и вот это уже второй флакон. Смотрите, вот так он выглядит. Витамин D в масле в каплях. Можно купить в любой аптеке без рецепта. И благодаря этому витамину, я его пропила около 6 месяцев, я заметила результат буквально на второй месяц уже. У меня волосы перестали выпадать, у меня появились новые волосы, которые стали, как парикмахеры называют эти волосы, под шерсток. У меня стал вырастать новый. Волосы стали гуще, крепче. И при этом еще дополнительное воздействие, это ногти и кожа. Ногти стали крепче, лучше расти. И состояние кожи улучшилось. Ну, вот такие новости на сегодня, дорогие друзья. Если у вас есть желание, делитесь своими знаниями, своими секретами ухода за волосами, как вы поддерживаете ваши волосы здоровыми и красивыми. А я на этом с вами прощаюсь. Благодарю вас всех за внимание. Если вы еще не успели подписаться на мой канал, подписывайтесь. И всего хорошего, до новых встреч, друзья.